Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео пустые баночки бытовой химии за январь. Давайте начнем с двух бутылок из магазина FixPrice от марки HomeStar. Это гель для очистки труб, который я использую исключительно для профилактики засоров. Мне иногда пишут под видео, что он не работает. Ну, вы знаете, вот у меня в качестве профилактики он работает уже года два. До этого засоры у меня были часто. Последние два года засоров нет, поэтому лучше я потрачу в месяц 55 рублей за такую бутылку. Ну, в общем-то, сэкономлю на вызове сантехника, потому что прочистка засоров у нас сейчас, к сожалению, платная услуга и не дешевая. Также от HomeStar очень мне нравится вот такой гель, который нам предлагается как бы для чистки ванн, но я использую для чистки унитаза. Здесь достаточно, видите, такой удобный стандартный носик. Гель этот не могу сказать, что прям очень густой, но на стенках унитаза он на какое-то время остается. Можно все аккуратно, хорошо почистить. Что мне нравится, он не содержит хлор, поэтому нет какого-то резкого такого отталкивающего для меня запаха. Очищает неплохо, ну, по крайней мере, для такой текущей уборки вполне подходит. А для чистки ванны я использовала вот такой крем Клогер Актив. Крем универсальный, продается он, ну, я, по крайней мере, покупаю в магазине Улыбка Радуги. Хороший густой крем, действительно прекрасно очищает ванну, раковину, ну, в общем-то, любые какие-то загрязнения, известковый налет. Вот если вдруг есть мыльный камень, он не оставляет каких-то разводов, царапин. Единственное, конечно, очень тщательно смывайте. А так, в общем-то, средство неплохое, и, в общем-то, цена достаточно бюджетная. Очень меня в этот раз разочаровал крем универсальный Адриэль. Тоже покупала в Улыбке Радуги. Купила повторно, потому что летняя покупка меня очень порадовала. Это был густой, хороший, насыщенный крем, которым я чистила и духовку, и решетку для гриля, и противень, и сковородки, и кастрюли. В общем, прекрасная вещь. В этот раз то ли производитель решил очень сильно сэкономить, может быть, какая-то бракованная партия. В общем, этот чистящий крем, он был просто как водичка белого цвета. Чистил очень плохо, из бутылки просто вытекал. Поэтому бутылка у меня закончилась, наверное, меньше, чем за месяц. Осталась я очень этим средством недовольна. В будущем пока покупать не буду, потому что, в общем-то, боюсь нарваться вот на такой же некачественный товар. Поэтому, знаете, впечатление двоякое. Насколько мне летом понравилось, настолько сейчас меня эта бутылочка разочаровала. Ну вот, пока рекомендовать не могу. Но могу вам смело рекомендовать мистер Пропер. Если вам нравится аромат лайма и мяты, то вот такая бутылочка для вас. Я покупку сейчас повторила, потому что лайм и мяты для меня оказался запах самый-самый приятный. Пол средство моет хорошо, не требует в дальнейшем смывания. Кстати, иногда в неразбавленном даже виде я использую для чистки кафельной плитки в ванной комнате, ну и для каких-то других хозяйственно-бытовых нужд. Средством приятно пользоваться, хорошо чистит. Ну и про аромат я уже всё-всё сказала. Для стирки закончилась у меня вот такая упаковочка. Это капсулы для стирки от марки Lavelle. Производитель было заявлено Израиль. Для стирки цветного белья 15 капсул. Вы знаете, средство неплохое. Я купила по очень-очень выгодной цене в Улыбке Радуги. Скидка была процентов, наверное, 40 или даже 50. И по цене, по качеству я могу сопоставить эти капсулы, наверное, с капсулами Персил или с капсулами Ариэль. В принципе, цветное бельё отстирывает неплохо. Я оставила одну капсулу просто вам показать, как она выглядит вот таким образом. Кстати, если бываете в магазине Улыбка Радуги, у них иногда на кассе бывают вот такие капсулы. Каждая в индивидуальной упаковке. Стоит она, по-моему, рублей 15. Поэтому можете, в общем-то, сначала пару штучек приобрести на кассе, попробовать, посмотреть, нравится вам или нет. А потом решить уже, купить ли целую упаковку. Как я уже сказала, средство вполне неплохое. Особенно, если будет какая-то приятная акционная цена, я с удовольствием повторю. Ну, конечно, должна вас предупредить, если есть какие-то пятна, какие-то сильные загрязнения, конечно, надо будет добавить или пятновыводитель, или какой-то там усилитель стирального порошка. Ну, а так отстирывает хорошо. И покажу вам то, что последнее время покупаю достаточно редко. Как-то перестали у меня такие вещи действовать. Это кондиционер для белья Сианель Фрэш Брызги Водопада. Очень приятный аромат. Но, вы знаете, что-то у меня кондиционеры для белья не делают вообще ничего. Просто приятного аромата мне недостаточно. Для аромата я могу капнуть в отсек стиральной машинки несколько капель эфирного масла, которое мне нравится. Все-таки мне хотелось бы, чтобы кондиционер белье смягчал. Ну, по крайней мере, смягчал как-то полотенца, да, махровые. Ну, вот ничего подобного не вижу. Может быть, я не те кондиционеры покупаю. Может быть, не надо экономить, купить какой-то дорогой. Может быть, вы мне что-то посоветуете. Но покупать кондиционер, который не смягчает полотенца, ну, как-то, не знаю, мне не хочется. Поэтому такая редкая для меня последнее время покупка. Аромат, да, приятный, но кроме аромата, честно говоря, ничего, в общем-то, больше и нет. Для чистки чайника попробовала вот такую супер бюджетную вещь Шрабмен, но производитель Россия. Концентрированный порошок для чайников и кофеварок. Продается он тоже в Улыбке Радуги. Что это? Стоит что-то порядка, по-моему, вообще рублей десяти. Супер бюджетная вещь. Вы знаете, да, накипь в чайнике очистил, но не до конца. Таблетки от Фрау Шмидт. Упаковка из двух штук стоит порядка шестидесяти пяти рублей, что, конечно, гораздо дороже. Но вот те таблетки, они очищают просто чайник на сто процентов. Здесь, ну, как-то вот не до конца очистила. Хотя, в общем-то, если считать, да, что стоит упаковочка десять рублей, то можно сказать, что сработало средство неплохо. Ну, вот такие пустые баночки бытовой химии были у меня в этом месяце. Расскажите, чем вы пользуетесь. Может быть, можете мне какие-то средства посоветовать. Я вообще люблю убираться и люблю испытывать какие-то новые средства для уборки. Спасибо, что посмотрели мое видео. Отличного вам настроения. Самой-самой легкой уборки. Всем пока!